Девушки отдыхают Друзья, значит, у нас в программе 7 проблем тысячелетия, да? 7 проблем тысячелетия. Пытаюсь найти Александра Сергеевича Черцова здесь. Пока нету, да, его? Но, может, подойдет. Ладно. Просто дело в том, что из 7 проблем тысячелетия 5 касаются математики, а 2, в общем, на самом деле физики. Ну, если так смотреть более общее, то можно считать, что там даже больше физики. И в других проблемах она тоже есть. И, соответственно, те, которые по физике, я думал ему взять и адресовать. Скажу, а об этом расскажет Черцов. Но вот его пока нету. Может, он подойдет? Не знаю еще о том, что ему предстоит отбиваться за физику. Вот. Ну, в общем, поехали. Что, собственно, произошло в 2000 году? Некий институт, институт Клея, объявил, что некие 7 проблем математики нерешенных, вот 7 из там многих тысяч нерешенных проблем математики, являются, ну, может быть, самыми важными. По крайней мере, такими видится институт у Клея. И он, имея значительное финансирование, объявил премию в 1 миллион долларов за каждую из них. За решение каждой из них. Спустя буквально 2 года одна из них была решена. Как вы думаете, кем? Григорием Перелиманом. Совершенно верно. От премии, впрочем, он отказался. Как и от филдцевской медали. Ну, и, соответственно, начнем мы, конечно, с этой первой задачи, которая называется гипотеза Пуанкаре. Пуанкаре, ныне, соответственно, правильнее ее, конечно, называть теорема Пуанкаре Перелимана. Вот. Ну, фактически там даты я могу путать, но примерно это 1900 год или чуть-чуть раньше формулировка. Вот. То есть она прожила около 100 лет и Перелиман ее убил. То есть превратил в теорему. Значит, давайте я про нее расскажу настолько, настолько простым языком, насколько это, в принципе, возможно. Да? То есть вот я ее сформулирую настолько просто, как только это можно сделать. Давайте начнем с того, что такое поверхность. То есть начнем с как бы с 2D. Это гипотеза про 3D. Вот это гипотеза про 3D. А мы начнем с 2D. 2D. Размерно с 2D. Значит, что такое поверхность? Поверхность — это изогнутая плоскость. Правда, да? Капитан Очевидность говорит, что поверхностью следует понимать какую-то изогнутую плоскость. Но бывает так, что она так изогнута, что она потом как бы становится круглой, например, как поверхность меча. Типичная поверхность. Это поверхность меча. Называется она словом «сфера» у математиков, да? Специальный такой термин. Вот. Но есть и другие поверхности, правда? Кроме сферы можно выдумать и другие поверхности. Ну, кто знает еще какие-нибудь поверхности? Тор. Личная идея. Тор. Вот у нас колесо машины. Мы вынимаем из него камеру, надуваем и начинаем на ней кататься зимой, да, со склонов на Торах. Мы катаемся на Торах. Может быть, не все это понимают, но катаемся мы на Торах. Некоторые называют их бугликами, но это, конечно, вульгарно. Вульгарно. Вот Тор — это да, Тор. Ну, в Москве их называют тюбы. Такой, на английский манер. Кататься на тюбах. Вот. Ну, значит, соответственно, интуитивно нам кажется, не правда ли, что это разные поверхности? Ну, если даже считать, что там футбольный мяч. Вот даже если очень, очень, так сказать, снисходительно относиться к тому, что такое разное и одинаковое. Вот, допустим, я взял и сделал из бумаги, склеил из бумаги вот такой кубик. А могу ли я считать, что этот кубик не похож на мячик? Ну, могу, если я замечаю всякие углы и прочее. Но если я сделаю этот кубик из очень, очень эластичной резины, очень такой прям вот упругой, растягивающейся и так далее, в принципе, я могу в него вставить насос, да, вставить иглу. Александр Сергеевич, мое почтение! Проходите вперед, проходите тут первые ряды, занимайте. Вот, я могу вставить в него иглу насоса и накачивать, да, накачивать его. Ну и кубик у меня, естественно, превратится в сферу, да, в мяч, можно будет в него сыграть футбол. Ну и понятно, что и тетрайдер, если у меня есть, ну, пирамидка, пирамидка, да, такая вот треугольная, да какая угодно, хоть треугольная, и я тоже, если сделал ее из очень эластичной резины, я вставил в нее насос, накачал, у меня получился все равно футбольный мяч по-любому, да. Вот, то есть мы, вот эти, как бы, топологи это не разделяют, они говорят, что это все одно и то же. Однако, вот это и это топологи разделяют. И, ну, первым этим, значит, озаботился Леонард Эйлер, который сказал, а доказать, да, вот доказать. Вы говорите, что это разные объекты, а доказать? Говорит, ну-ка, ну что тут можно доказывать? Ну вот надувай, растягивай, вроде ничего не выходит, ну тор не превращается же в этот самый, да, ну никак не превращается. Но есть, понимаете, есть топология, такая вот вещь, интуиция, она штука очень обманчивая. Вот, например, если я сделаю из очень эластичной резины такой, как бы, кренделек, кренделек с двумя вот такими вот дырками, и дырки просуну, как бы, просуну одна сквозь другую, то оказывается, что возможно эту штуку превратить вот в такую, не разрывая и ничего не делая. Вот это в книге Прасолова «Наглядная топология», Прасолов, которую я всем рекомендую, «Наглядная топология», нарисовано, как это происходит, это совершенно невероятно. Я не могу это себе вообразить, реально не могу. Но там прямо в книге написано, вот как кадр за кадром, эти ручки расцепляются. То есть интуиция наша — это то, что должно подвергаться некоторому критическому, так сказать, переосмыслению и анализу. Не очевидно, что если мы не видим, как это сделать, то, значит, это и невозможно сделать. Нужно доказывать. Ну и потом еще, как бы, ситуация такая, что поверхности, то есть ситуация 2D, они нам наглядны, мы их видим, они, ну вот они у нас здесь есть. Мы можем их нарисовать, сделать. А как только речь идет о сложных объектах топологии, о более многомерных, а 3D, а 4D, а 5D, а что такое там 5D-объект? Ну это у вас как бы есть целая система уравнений, например, с семью переменными, да? У вас уравнения, да, с семью переменными, их два. Вот если они там более-менее случайным образом написаны, то правильно представлять множество решений в виде некоторого пятимерного объекта, как-то висящего в семимерном пространстве. То есть от 7 это количество переменных, ну вот у нас, соответственно, мы стартуем с семьюмерного пространства. Дальше мы двумя какими-то, значит, порезали как-то так и сяк двумя уравнениями, задали ограничения. Но вот каждое уравнение задает снижение размерности на единицу. Это все, на самом деле, нужно проводить через жуткий мат-анализ, там, Лема-Сарда и так далее, там, к этому подводка большая идет. Но интуитивно это совершенно ясно, что если ты задал уравнение, ты снизил размерность. Задал еще одно, еще раз, снизил размерность. Но при этом в пересечении возникает какой-то совершенно жуткий объект, пятимерный, весь закрученный, заузленный. И нужно понять, когда этот объект похож на какой-то другой объект. Вот я написал одну систему уравнений, а вот Александр Сергеевич написал другую систему уравнений, да? У нас одно получилось или нет? Иногда можно понять это, не заглядывая в семимерное пространство, провести некоторые рассуждения, подвергнуть систему уравнений, да, неким преобразованием и сказать, там, доказать, что в процессе этих преобразований объект не меняется в топологическом смысле, да? Вот. И это вот в математике, в общем-то, этим и занимается. Топологи вот ровно этим и занимаются. Это очень сложная наука. Ну и вот, собственно говоря, когда речь идет о многомерных объектах, начиная с 3D, которые лежат там в 4D, в 5D или где-то еще, уже наша интуиция, она, ну, никаким образом нам не может подсказать, когда объекты одинаковые, когда нет. Поэтому изобретают такие страшные слова, как гомологии, как гомологии, всякие варианты многомерных пространств, вот этих вот, значит, так называемых гладких или негладких многообразий, такие ключевые слова. То, что я здесь называл поверхностью, в трехмерном, значит, в трехмерном отношении это будет называться трехмерное многообразие. То есть, грубо говоря, взял наше пространство, как-то жутко поизгибал, только уже в многомерном пространстве, да? И закрутил там, иногда склеил сам с собой. То, что получается, называется многомерное многообразие. Ну, вот в данном случае трехмерное. Вот. Ну и вот Эйлер говорит, докажи. Ну, и сам отвечает, я вам сейчас докажу, да? Как же он это доказал? Ну, вот это очень красиво. На самом деле, смотрите, у нас семь проблем Клея. Про две я не знаю ни бельмеса. Про, ну, то есть я сформулирую, я их сформулирую, да, примерно сформулирую. В некоторых случаях даже формулировка невозможна, потому что она настолько сложная, что она как бы не, ну, нужно проникать довольно долго, чтобы ее, значит, просто понять. Остальные пять там, ну, я в целом представляю примерно, о чем речь, но еще в одном случае из пяти это, в принципе, нельзя передать простым языком. Это очень сложная гипотеза Ходжа. Она очень сложная. Остальные четыре, так или иначе, мы обсудим вот эту решенную и три нерешенных. Ну, а с разной степенью подробностей, потому что мне кажется, что решенной явно нужно посвятить большее время, чем нерешенным. Ну, потому что она, не знаю, уже решена, ну, и вообще потому что она очень наглядная. Вот эта гипотеза Бонкаре очень наглядная. Вот. Ну, вот, смотрите. Итак, как же это доказать? А он говорит, давайте нарисуем на поверхности сферы любую карту мира, которая будет состоять из таких плоских нашлепочек. Каждый из плоских нашлепок никаких дыр в себе не содержит. Такая, как говорят, топологически тривиальная, стягиваемая в точку плоская нашлепка. Вот. Ну, можем покрыть всю сферу этими плоскими нашлепками. Получится что-то типа, ну, как бы типа обобщенного многогранника, да, только нарисованного на сфере. У меня будут вершинки, будут ребра и будут грани. Вот. Ну, грани это вот, соответственно, вот такие. Ну, я беру и считаю просто количество вершин, количество ребер и количество граней. И что делает Леонард Тейлер? Он доказывает, что вот эта сумма разность, да, равна чему? Дум. Для любой картинки, которую можно по этим правилам нарисовать на сфере. И здесь, на самом деле, даже доказательство очень простое. Вы просто постепенно картину упрощаете, убираете вершины, убираете ребра, которые из него торчат. Смотрите, как меняется вот это, это и это. У вас вершина на одно уменьшилась, а ребер уменьшается, ну, на несколько уменьшается. Уменьшается, и грани уменьшается на единицу меньшее количество, чем уменьшается ребер, как бы, да. То есть получается, что вот эта величина, она вообще не меняется от того, что я дорисовываю вершины или удаляю вершины с ребрами, стираю просто ребро, например. Вот эта вот разность суммы, да, она никак не меняется. Она, значит, с тех пор получила, конечно же, название. Лейлерово характеристика. Вот, такие вот слова. Вот, Лейлерово характеристика не меняется от вида изменения картины. Теперь вопрос. Какой картине я могу свести эту ситуацию, сохраняя требования, чтобы заплатки были вот такими тривиальными, стягиваемыми в точку? Ответ. Довольно просто понять, что любая картина приводится к ситуации, когда есть всего две заплатки и какой-то многоугольник, их разделяющий между собой. Постирал все отсюда, точки-точки стирал, 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 остался вот такой длинный, значит, длинная заплатка. И с той стороны тоже все стер, и с той стороны, как бы, к ней тоже представляется еще одна заплатка. Ну, понятно, да? А чему равно V-R плюс G для этой картины? Грани две, а вершин ребер одинаковое количество, потому что это многоугольник. Согласны? То есть, смотрите, V-R плюс G — это ин-ва-ри-ант. Ин-ва-ри-ант. Он не меняется, когда вы картины дополняете, усложняете, упрощаете. Вот эти вот, как бы, страны сливаются в одну, страны разделяются на разное. С этим связана исключительно веселая история, что как-то после... Сейчас особенно весело поговорить. После 14-го года я в качестве прикола стал на глобусе показывать, как картинки меняются. Говорю, ну, сотрем вот эту границу. И показываю на границу примерно на юго-западе от России. Вот. И это пошло на лекции, это пошло, записано было на Курсеру, и было тысяча жалоб. Тысяча жалоб с территории Украины на меня. И в конце концов Курсера сказала, что сюжет придется убрать. Называется, шуток не понимают. Вот. Ну, в общем, так или иначе, так или иначе, картина никак не меняется от таких вот преобразований. Мы можем все это свести к вот такой картине, а здесь V равно R, а G равно 2. Поэтому и до этого тоже, а V минус R плюс G, да, то есть на этой картине очевидно, что V минус R плюс G равно 2. Значит, на всех предыдущих тоже было такое же значение. То есть какую ни нарисуй, будет V минус R плюс G равно 2. Вот. Ну вот теперь смотрите. Если существует способ растянуть сферу без разрезов, без склеек, превратив ее в колесо, то есть в тон, то тогда любая такая картина превратится во что? Во что превратится? В картину на Торе. Правда? Допустим, предположим, да, от противного, что я могу преобразовать вот это сюда. Тогда картина на сфере превращается в картину на Торе, и, следовательно, так как при изгибаниях, растягиваниях без разрезов и склеек, у меня не меняется ничего из этого очевидным образом, да? Ничего не меняется. Сколько было грани, столько осталось при изгибании, сколько было грани, столько осталось, сколько вершин тоже. Значит, на Торе значение V минус R плюс G будет по-прежнему равняться 2. Но дело в том, что легко доказать, что на Торе любая картина дает значение 0. Тоже можно также привести ее к некоторой очень простой картинке. Ну, например, вот такой вот здесь вот я так делаю, здесь я вот так делаю. В минус R плюс G равно 0. И доказательство закончено. Это, между прочим, я вам продемонстрировал типичный для математики способ, ну, один из очень распространенных в математике способов проведения доказательств, строгих рассуждений. Называется способ инварианта. Мы ввели инвариант, нечто, что не меняется при разрешенных преобразованиях. В данном случае мы рассматриваем выражение V минус R плюс G для любой картинки на данной поверхности. И вот это выражение, оказывается, зависит только от поверхности, не от картинки. Картинки от картинки, она, значит, никак не меняется, а от поверхности зависит. Ну, и вот мы показываем, что на двух разных поверхностях инвариант дает разное значение, а значит, никакого естественного уже способа перетянуть одну в другую не существует. Ну, вот Эйлер, значит, это все. Ну, Эйлер, собственно, изобрел науку топологии. Это было первое такое чисто топологическое рассуждение. И с тех пор, значит, она, эта наука начала развиваться. И вот спустя полтора века встал вопрос о классификации трехмерных поверхностей, то есть 3D-многообразий, трехмерных многообразий. Вот таких вот изогнутых, изогнутых каких-то пространств, наших трехмерных пространств, изогнутых и помещенных в какие-то более высокомерные пространства. Вот. Ну, есть там специальная теорема вложений, которые говорят, что энмерное пространство, где бы оно ни было, ни было, можно вот так вот с помощью растягиваний без склеек и разрезов перевести внутрь 2Н плюс 1 мерного обычного пространства, R степени 2Н плюс 1, а если компактно, это даже R степени 2Н. Это теорема вложений. Вообще вот эти перетаскивания без склеек и разрезов называются термином гомеоморфизм. Гомеоморфные топологические поверхности — это те, которые можно друг друга перетащить. А негомеоморфные — это те, которые нельзя. Сфера и тор негомеоморфны друг к другу. А сфера и поверхность кубика гомеоморфны друг к другу без всяких проблем. То есть непрерывное взаимно однозначное отображение из одного к другому, сохраняющее расстояние, по сути, между точками — это гомеоморфизм. Я чуть-чуть упрощаю, там в топологии есть и более сложные явления, когда и расстояния никаких нет. Но проще всего говорить о расстояниях, чтобы было все-таки интуитивно. Вот. Итак, вот в районе 1900 года классификация этих трехмерных многообразий уперлась в такой вопрос, что если мы наложим ряд условий, то на самом деле многообразие окажется просто обычной трехмерной сферой. Что такое трехмерная сфера? Вот то, что вы знаете, это 2D-сфера. Вот это вот 2D-сфера. Она лежит в 3D, но она сама двумерна. Что значит двумерна? Поверхность Земли двумерна. Почему она двумерна? Два перпендикулярных направления есть в каждой точке. А третья уже ведет вверх. Оно выводит за предел сферы. А? Нет оси Z. Да. Я имею в виду, что нет оси Z. Именно это, да. То есть есть только X и Y. У меня достаточно. Я могу нарисовать на сфере две оси. Локальные это будут координаты. Они будут изогнутые, но они будут координаты в двух осях. И третья мне не нужна. Но это пока в метро не пошло. Правильно, да. И не только метро. Всякие вышки, башни, многоэтажные этажи, самолеты там. Космос полетели. Да, это уже такое полноценное использование нашего 3D мира. Но поверхность Земли, она двухмерная. Ну и вот, значит, что же за вопросы? Вот у меня есть многообразие, 3D многообразие, которое обладает следующими свойствами. Сейчас я их запишу и прокомментирую. Первое. Компактно. Что значит компактное? Ну, говоря... Ну, компактное в топологии обозначает там... В зависимости от контекста много чего. Есть общее определение компактности в общей топологии. И это очень там зубодробительно и совершенно неинтуитивно. Есть компактность в метрических пространствах, есть компактность в обычных многомерных пространствах. Компактность в обычных многомерных пространствах. Это просто требование того, чтобы соответствующее подмножество было ограниченным, то есть умещалось внутрь некоторого шара, пусть даже очень большого, целиком. Ну, например, прямая не компактная. Она не умещается ни в какой шар. Она всегда будет из него торчать. Ну, вот, а сам шар, он компактный, да, и куб, он тоже компактный. То есть это ограниченность и замкнутость в том смысле, что если я... Ну, как бы нет никаких дыр, дыр, вот, таких дыроколов. Вот он у меня... Взял там иголку и потыкал шарик. Вот он уже не замкнул. Ну, собственно, он тогда издуется. Ну, если что-нибудь я потыкал иголкой, возникли какие-то дырочки. Вот эти дырочки мешают быть замкнутым. То есть я могу подобраться куда-то, а тут пустота, дырочка. Вот, ну вот фактически, что таких дырок нет. То есть ограниченное, и, значит, отсутствие дырок, это называется компактное. Значит, первое требование, что многообразие наше будет компактным. Ну, нулевое требование, что оно трехмерное, это я уже записал, 3D-многообразие. Если оно компактное... Так. Дальше. Ну, я могу написать без края, но на самом деле я это уже... Давайте я напишу и поясню. Без края означает, что в любой точке на нашей трехмерной поверхности в окрестности все устроено как в той точке, где я сейчас нахожусь. Или в любой другой, в которой вы можете себе представить. То есть есть три оси перпендикулярные друг к другу. Нет никакого, знаете, такой бездны. Да, вот пришел, тут такой раз, дальше ничего нет, все отрезано. То есть ты стоишь на краю, на краю, и слева там черная такая... Ну, короче, нет пространства, все, приехали, да, отрезано, все, надо падать куда-то. Вот, вот такого нет. То есть нет края, значит, что в любой точке устроено как обычное пространство, в той точке, в которой... Везде одинаково устроено, можно было и не писать, потому что многообразие, в принципе, если пишут многообразие, то по умолчанию говорят, что без края. Изогнутое, изогнутое пространство. В каждой точке похоже на обычное пространство локально. Ну и дальше, ну, тут надо написать... Вот такое самое сложное из всех слов, называется ориен... Нет, не буду писать ориентируемое. Напишу сразу слово, которое будет включать и это тоже. Так будет проще. Односвязное. Вы, наверное, думаете, односвязное, значит, состоит из одного куска. Нет. Если я хочу сказать, что многообразие состоит из одного куска, это значит, что я требую, чтобы оно было связное, и я это сразу потребую тоже. Ну, то есть, если у меня два футбольных мяча, мне довольно странно называть это поверхностью. Да, я буду говорить, что это две поверхности. То есть, в принципе, когда мы говорим поверхность, мы подразумеваем, что она связная, что она одна, по ней можно добраться из любой точки до любой другой. Но односвязное — это уже совершенно другое дополнительное требование. И вот про него я хочу сейчас все-таки... Как бы для честности надо объяснить, что это такое. Иначе будет не до конца понятна все-таки формулировка гипотезы. Давайте я попробую это объяснить. Смотрите. Вот это односвязное, а это не односвязное. Я сейчас объясню, почему. Я могу обвязать вокруг Тора веревку, замкнутую кольцом. Не приклеивая к Тору, взять за нее Тор и потащить как вот, ну как бы, за ручку, несу сумку, да? Вот так. Она будет там внутри меня, этот Тор будет прыгать, крутиться. Но он никуда от меня не денется. Я его как бы, ну, захомутал. Все, его как бы нельзя отделить от моей веревки. На Торе это сделать возможно. А на сфере невозможно. Если я не приклеиваю, то любая нарисованная здесь, вот так, ну, надетая на сферу веревка, она у меня слетает легко, да? Я бы пытался поднять сферу, она падает. Но вот формальное определение односвязности, оно вот, ну, примерно в этом и заключается. Односвязная означает, нельзя так нарисовать, ну, как, короче, любая, любая нарисованная на поверхности кривая по этой кривой стягивается в одну точку. То есть, ну, можно ее целиком как бы в одну точку взять и снять. Любая нарисованная на поверхности кривая непрерывным образом прямо по этой поверхности может быть стянута в точку. Вот такая нарисованная кривая вокруг ободка Тора никак не может быть непрерывным образом превращена в точку. Понятно, да? Значит, как бы это было в трехмерном пространстве. Вот я беру и на ракете полетел. Да? И за мной идет такая, как бы, нитка. Я лечу, ну, и Питер полетел, потом там какую-нибудь Альфа-Центавру, потом полетел, не знаю, в другую галактику, слетал там всюду, полетал по Вселенной, полетал, вернулся сюда. Так? И за мной остался вот этот путь. Ниточка осталась. Свет. Что? Шрей. Ну, след, да, след. Нитка осталась. Я решил ее, как бы, замести следы. Я ее схватил и начинаю вытравлять. Вытравляю, вытравляю, вытравляю. Блин. Она во что-то уперлась. Не вытравляйте. Вот это бы означало, что наше пространство не односвязано. Вот та Вселенная, в которой мы живем, тогда была бы не односвязана. Ну, для плоских, жителей Тора это вполне нормально. Я полетел на ракете вот так, оплетел этот самый, вернулся, и вот я не могу ничего вытравить. Она упирается в Тор. Вот мы верим, что наше пространство односвязано. По крайней мере, так сказать, если сделать это предположение, то мы попадаем как раз в теорему Панкаре-Перельманов. Не пользу Панкаре. Итак, из того, что я сформулировал, трехмерное, компактное, без края, односвязное, следует, что можно его гомеоморфно перетянуть, то есть без разрезов и склеек, в 3D-сферу. То есть во множество решений вот такого одного уравнения в четырехмерном пространстве. То есть иными словами, если про нашу Вселенную верно это, 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 я не готов утверждать, что это верно, потому что я не космолог. Если про нашу Вселенную верно это, это, то мы живем на поверхности четырехмерного футбольного мяча. На трехмерной поверхности четырехмерного футбольного мяча, которая задается вот таким одним уравнением в четырехмерном пространстве. Вот во что уперлась классификация многообразия. Первый же шаг, который пытались сделать в этой классификации, уперся в эту гипотезу. Она стояла сто лет и в 2002 году была доказана Перельманом. Доказательство находится за пределом всякого воображения по сложности. То есть, грубо говоря, я не могу понять, даже вторую страницу, может, первую страницу я еще могу понять. А их там не знаю сколько, 300, наверное. Вот. Так, вопросы или вопросы потом, как сделаем? Если, может быть, какой-то уточняющий математический вопрос, да, потом у нас будет общение просто. А вот математический уточняющий вопрос по гипотезе Пуанкаре. Но можно и математический потом задать, почему нет. Ну просто сейчас как бы удобно его, сейчас его математически, сейчас логично задавать, потому что только что разобрали все. Ну как вам удобнее, да? Да. То есть, было бы неправильно предполагать, что мы могли бы, находясь в четырехмерном пространстве, представить, как четырехмерное пространство, это многообразие от трехмерных пространств. Как сейчас мы можем, наверное, нанести бумаги, что-то нарисовать, находясь в трехмерном пространстве. Это двумерное. То же самое, если мы были в четырехмерном пространстве, мы могли бы представить ее как набор трехмерных пространств. То есть, это получается неправильно? Это гипотеза опровергает? Я не понял, если честно, все-таки вопрос. Гяпония просто говорит о том, как устроено то пространство, в котором мы живем, если выполнены вот эти на его условиях. Это означает, что вот мы живем, но на самом деле есть некое четвертое измерение, и по четвертому измерению мы можем в центр этого мяча попасть, но мы просто его не чувствуем, не ощущаем, нашими органами чувствуем. Но вот что утверждать, то есть утверждаете, что после гомеоморфного преобразования наше пространство превратится фактически вот в такую сферу. Просто я предполагал, что в четырехмерном пространстве, находясь, вот, допустим, если бы мы были в четырехмерном пространстве, мы могли представить его как набор на связанных трехмерных пространствах. То есть это получается неправильно. Ну не знаю, вот обычное пространство можно исчерпать вот такими сферами растущими. В принципе, ничему никаких препятствий, ну то есть как бы, но это про другой вопрос, можно ли параметрически, да, параметрически? Спасибо. Так, если нет уточняющих больше, то двинем к следующей. Следующая по плану гипотеза Риммана. Так, значит, есть единственная проблема, которая из 23 проблем Гильберта перекочевала в семь проблем Клея, семь проблем тысячелетия. Называется гипотеза Риммана. Она как не была решена, в 1900, так, не решена сейчас, была в списке Гильберта в 1900 году на конгрессе математическом. А Гильберт, ну один из величайших математиков того времени, выступил и сказал, что вот эти 23 проблемы следует считать самыми великими проблемами будущего математического столетия, до 2000 года. Вот, и с этими 23 проблемами, ну, примерно 16, кажется, из них так или иначе были решены тем или иным способом. То есть про некоторые было доказано, что гипотеза верна, про некоторые, что наоборот, она не верна. Про некоторые стало ясно, что требуется вообще уточнение формулировки. Вот, например, гипотеза континуума, ну, оказалось просто, что она не может быть не доказана, не опровергнута. То есть, как бы, аксиоматика теории множества, она не дает способ... Можете считать так, можете считать так. То есть вы включаете в аксиому это, в дополнительную аксиому. Вот есть ли множество между мощностью натуральных чисел и мощностью прямой, есть ли какая-то прыжочная мощность, это нельзя не доказать, не опровергнуть, следуя логике обычной теории множества. Ну, и там еще были такие приколы в других местах. В общем, так или иначе, 7 проблем открыты до сих пор, примерно 16 более-менее закрыты. Но вот одна из них осталась на будущее. Гипотеза Риммана. Ну, и, наверное, правильно было бы сказать, что это самая великая нерешенная задача математики, хотя алгоритмисты со мной не согласятся, со мной дальше. Со мной следующий пункт. Вот. Значит, итак, гипотеза Риммана. Берем такую сумму. 1 плюс 1 вторая, плюс 1 треть, плюс 1 четверть и так далее. Вот будем складывать, да? Складывать отрезочки длины 1, потом длины 1 вторая, потом длины 3, 1 четверть и так далее. И наша задача — добраться до Луны. За какое-то время? Не будем говорить за разумное время, потому что оно будет неразумным. За какое-то время? Получится. И это очень красивое утверждение, что вот этот ряд, да, он добирается до любой вообще точки, до которой вам хочется добраться. Только нужно взять, ну, и очень долго ждать. Вот. То есть я могу доказать, что за 2 в степени 2n шагов я доберусь до точки n. Если я хочу добраться, например, до точки 159, то точно будет достаточно 2 в степени 318, да, шагов. Есть еще дальше, еще больше. Но вот, тем не менее, я могу сказать, что до любой вообще точки я доберусь. Как я это делаю? Очень красивый прием. Я хочу, чтобы, как бы сказать, чтобы чуть-чуть мозги поскрепили, потому что предыдущую гипотезу я сформулировал. Тут как бы, ну, что, сформулировал и все. Все. А вот тут придется напрячься. Давайте напряжемся. Я утверждаю, что вот эта вот сумма, она будет идти куда угодно далеко. То есть эта сумма будет становиться со временем больше любого наперед за одно число. Как я это делаю? Как можно было бы рассуждать? Можно было бы рассуждать, что я ее должен немножко уменьшить. И если уменьшенная сумма куда угодно дойдет, то очевидно, что и предыдущая, да, дойдет. То есть если я шаг длиной 1 третья заменю на шаг длиной 1 четверть, я спутал с обратной. А, это будет следующий, да, момент. Вот. Ну и вот я, значит, бегу-бегу до 1 четверти, потом 1 пятую я сразу беру и заменяю на 1 восьмую. 1 шестую тоже на 1 восьмую. 1 седьмую на 1 восьмую. И 1 восьмую оставляю на месте, да? А начиная с 1 девятой я их все превращаю в 1 шестнадцатую. Сколько их будет до 1 шестнадцатой здесь? Восемь, правильно. Так. А дальше будет сразу у меня вместо 1 семнадцатой 1 тридцать вторая. И сколько их будет до 1 тридцать второй? Шестнадцать. А теперь, внимание, вот это 1 вторая, 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 это 1 вторая и так далее. То есть, беря в два раза больше слагаемых, я гарантирую себе, что я еще на одну вторую продвигаюсь вперед. Еще в два раза больше взял слагаемых, еще на одну вторую пробился вперед. Ну, из этого очевидна оценка, которую я написал. Да, то есть, за безумно большое количество шагов я без проблем доберусь до Луны, до Солнца и куда хотите. Но если я напишу 1 плюс 1 четверть, плюс 1 девятая, плюс 1 шестнадцатая, плюс 1 двадцать пятая и так далее, то есть, фактически, я что написал? 1 плюс 1 вторая в квадрате, плюс 1 треть в квадрате и так далее. Или я по-другому еще хочу так написать. 1 плюс 1 делить на 2 в квадрате, плюс 1 делить на 3 в квадрате, плюс так далее. То я утверждаю, что я не вылезу дальше двойки. Никогда. Вообще. То есть, я не смогу указать количество шагов, при наступлении которого я уеду за двойку. Почему? А вот почему. Вот у меня квадрат размера один на один. Он имеет площадь, равную единице. Сюда я поселю вот это число. Так? Доказательство с помощью площадей. Очень красивое. Я в детстве не знал этого доказательства. Я его потом узнал. Вот. Вообще, едва ли не Эдик, которого здесь нет, мой друг, сказание. Я его рассказал. Какой-то момент. Чрезвычайно такое красивое. Значит, смотрите. Что такое 1 четверть? Это вот 1... 1 вторая в квадрате, да? То есть, это квадратик вот этот. Вот его площадь, вот она, да? Это 1 четверть. А что такое 1 девятая? Это площадь квадрата со стороной 1 треть, да? Ну, хорошо. Вот эту вот зону оставим в покое. А от следующего отрежем полосу. И у нее будет ширина 1 четверть. Если здесь была ширина 1 вторая, то здесь будет ширина 1 четверть. Сюда я спокойно поселяю следующий квадратик, который имеет размер 1 шестнадцатую по площади. И 1 четверть на 1 четверть, да? А следующие тоже помещаю каждый в свой. И это 1 двадцать пятая, и это 1 тридцать шестая, и это 1 сорок девятая. А дальше, когда я перехожу к 1 шестьдесят четвертой, я отрезаю снова от этого квадрата половину. И преспокойно умещаю там 1 шестьдесят четвертую. А вместе с ней и остальные 7 до, значит, этой самой... Ой, не так, порубил. Вот. Вместе с ней и остальные 7 до 1, соответственно, 15 в квадрате, да? Дальше я отрезал 1 шестнадцатую и сюда уместил 1 шестнадцатую в квадрате. Ну и очевидно, да, что я все вообще квадраты этой суммы, все поголовно, смогу засунуть в один этот второй квадрат. Значит, соответственно, эта сумма меньше двойки. Вот так вот бывает, понимаете, бывает вечером, я хотел об этом сказать, но на самом деле, получается, скажу сейчас. Вот для меня чудеса, чудеса науки математика начинаются там, где некоторые бесконечные суммы можно просуммировать, а некоторые нельзя, хотя вроде и там, и там слагаемое к нулю стремиться, да? То есть вот иногда слагаемое стремиться к нулю, а сумма нельзя просумерзнуть, она бесконечная. А иногда можно. Да? Другая, вот такая, 1 плюс 1 вторая, плюс 1 четверть, плюс 1 восьмая, плюс 1 шестнадцатая и так далее. Да, отец говорит, что... А, меня слышно? Да, что это двойка, вот эта сумма. Да, да. И он вам сказал такую фразу, то есть придумайте такое число, которое меньше двойки на сколь угодно маленькое количество. Да, правильно. То есть он говорит, ну чем тебе не нравится? Ты же понимаешь, что оно всегда меньше двойки. Я, конечно, понимаю, мне отрезали яблоко, дали половину от него, потом от оставшегося тоже дали половину, от оставшегося дали половину. Понятно, что мне так и не дадут никогда целого яблока, это очевидно. Но почему мне все-таки в конце концов дадут его, да? А, почему мне не дадут что-то сильно меньшее, да? Или не сильно меньшее. Он говорит, а вот насколько тебе надо меньшее, да? И вот это, это постижение аксиома Архимеда. Можно без нее жить, без аксиома Архимеда. Это нестандартный анализ. Можно жить в ситуации, когда эта сумма не равна двойке. Это называется нестандартный анализ. Но как бы можно тогда отправиться в психдом очень быстро. Потому что если еще с аксиомой Архимеда можно жить как-то нормальному человеку, уравновешенному, то в нестандартном анализе все психи, все поголовно, все. По-моему, они вообще, ни один, кто занимался им, не обошелся без психдома. А аксиома Архимеда... Ну, это утверждение опрометчивое, его надо проверять. Она разве не про то, что если есть два множества, то существует элемент, который между... Это аксиом полноты. А, понял. Из нее следует аксиом Архимеда. А, все, понял. Вот, это с помощью аксиома полноты можно ее вывести. Но просто полноты не очень наглядные, а аксиом Архимеда совершенно ясна, что ну вот мы, так сказать, не бывает бесконечно больших чисел, да, и бесконечно малых, соответственно, тоже не бывает. Для любого числа можно найти степень двойки меньше этого числа. Даже для очень маленького числа всегда есть один делить на степень двойки, которая будет меньше этого числа. Ну, или что то же самое для любого, сколько угодно большого числа даже, ну, какое бы вы ни взяли, фиксировали, степенями двойки вы его обгоните. Ну, вот в нестандартном анализе это просто не так. Ну, да, все, как бы это, я не могу. Я как-то, начиная заниматься нестандартным анализом, я начинаю понимать, что у меня полностью едет крыша, и я прекращаю это заниматься. Так что, ну да, а здесь меньше двойки. На самом деле, великий эйлер это просуммировал, это π квадрат на 6. Вот эта сумма в точности равна, в точности равна, да, вся бесконечная сумма в точности равна числу π квадрат на 6. Вот так вот, неожиданно вдруг. Раз и все. Ну вот, так вот, я подхожу ближе к гипотезе Риммана. Вот тут я возводил двойку, тройку, четверку в первую степень, а здесь во вторую, вот здесь. А если я возведу в степень 1, например, 5, вот это будет, имеет смысл, будет сходиться к чему-то конечному или тоже улететь на бесконечность? То есть, вот если я взял посередине между единицей и двойкой, то, что первое я написал, называется гармонический ряд. То, что второе, ряд обратных квадратов. А вот если я взял ряд обратных полуторных степеней, как вы думаете? Ну, наверное, кто-то знает. А поднимите руку, кто знает? Это про действительно часть 1 и 2? Нет, чему она равна, я даже не знаю. Ну, короче, я уже слил. Да, это меньше бесконечности. То есть, эта сумма тоже чему-то равна. Как и обратные квадраты. А если я напишу 1 плюс 1 делить на 2 в степени 1,1 и так далее? Тоже меньше. Да. Тоже меньше бесконечности. И на самом деле доказательство очень простое. Нужно так же сделать и посмотреть, что здесь происходит. Очень легко оценить это через геометрическую прогрессию. Поэтому оказывается следующее, что вот такое выражение, я сейчас напишу некоторое выражение, я напишу выражение, которое имеет следующий вид. Zeta от S равно 1 плюс 1 делить на 2 в степени S, плюс 1 делить на 3 в степени S, плюс так далее, называется Zeta-функция Риммана. Zeta-функция Риммана. Она имеет смысл сразу, начиная с единицы. Вот единица не имеет, а уже при любом, сколь угодно малом уходе направо от единицы, она имеет смысл и равна некоторому числу. Теперь к гипотезе ближе. Римман сумел ее распространить вот сюда и сюда, обойдя вот эту вот неприятную точку. Это комплексная плоскость. Вот это комплексные числа, вот здесь и здесь. Вот здесь вещественные живут, а здесь везде живут комплексные. И есть такое понятие аналитическое продолжение функции комплексного аргумента. Аналитическое продолжение. То есть с сохранением правильно определенного вот здесь, да, ее, вот он сохранил ее определенно здесь и продолжил, ну вот туда вот налево, продолжил левее вот этой точки, один вплоть до вот этой оси там. Ну и дальше на самом деле есть. Ну, нет, достаточно вот досюда. То есть на самом деле, если я сюда подставлю комплексное число, которое не будет просто вещественным, то есть в нем будет реально какая-то комплект, вот эта мнимая часть будет, значит, какая-то существенная мнимая часть будет, большая нуля, то, в принципе, вы руками можете увидеть, что ряд сойдется. Это дико красиво и сложно, но он сойдется. То есть даже при том, что вещественная часть будет меньше единицы, вот вплоть до нуля, прям видно, что ряд такой будет сходиться. И он, Риммон, дальше говорит, вот пусть Z от S равно нулю. Какие есть корни у этого выражения в правой полуплоскости, то есть там, где вещественная часть комплексных чисел больше нуля. Ну и первые наблюдения были сделаны, что все корни, которые мы наблюдали, попадают на вертикальную прямую от одной второй. То есть все корни обладают вот этим свойством. Вещественная часть корней этого уравнения, которые находятся в правой полуплоскости, имеет, значит, вещественная часть у всех них равна одной второй. Не то, что вся эта прямая состоит из корней, но они время от времени на ней появляются. Там известно, типа, триллиона корней этого уравнения. Огромное количество корней. И все известные корни, они имеют вещественную часть равна одной второй. Гипотеза Риммана состоит в том, что все вообще такие. То есть что? Все корни этого уравнения лежат там. Как вы спросите меня, как может быть, что это такая величайшая проблема математики вообще? Ответ такой. Оказывается, что корни этого уравнения напрямую задают поведение простых чисел. В плане их плотности расположения на натуральном ряду. Вот так. Вот просто вот ровно так. Бейлер еще написал некое бесконечное произведение, которое равно тоже зета-функции Риммана. И оказывается, что именно нули зета-функции определяют то, насколько плотно или неплотно расположены простые числа в районе данного числа n при растущем n. То есть определяют вот это распределение. А распределение простых чисел это более-менее все существенные сложные задачи математики. Они концентрируются в районе задачи распределения простых чисел. Простые числа это что-то совершенно особенное. В этом есть какое-то чудо тоже. Ну вот, собственно, да. Вот вторая проблема института Клея. Совершенно нерешенная. Недавно была очень грустная история, когда великий математик Атья в 90-е лет сообщил, что у него есть решение. Ну и то, что он выписал, как-то другие математики в нем никакого решения не усмотрели. То есть такое впечатление, что он как бы ну вот 90-е годы потерял немножко это самое. И, к сожалению, умер в результате. Вот. То есть тут еще и грустная история есть вокруг нее. В общем, никакого решения у него нет. Как-то о веселом. Звонит мне мой друг-экономист. Серьезный, хороший экономист. Самый лучший в России знаток банковской системы. Я говорю, ты видел? Видел? Я говорю, что я видел? Ну, посмотри, в интернете написано, в администрации президента какой-то мужик там на досуге играючи доказал, какой-то Зуримана. Я говорю, я тебя умоляю. Ты вот в своей науке, когда в экономике, в банковском деле, какой-нибудь человек изобрел новый гениальный вид банковского какого-нибудь. Ты на это обращаешь внимание или нет? Я говорю, ну, я думал, что не может быть фейков такого уровня. В общем, ничего нет. На сегодня никто ничего не изобрел, конечно. Ничего никто не доказал. Это остается открытой задачей. Вот. Ну и, пожалуй, еще я хочу рассказать, ну, в какой-то степени подробности про следующую задачу. Потому что про это возможно тоже рассказать для не очень профессиональной публики в этом вопросе. П и НП. Это, значит, третья проблема, которую часто алгоритмисты считают, что это самая великая проблема вообще всей не только математики, но и планеты. А почему они так считают? А потому что если она будет решена в одну из двух сторон, то у нас станет полный абсолютный коллапс всем вообще системам любого шифрования, банковским счетам, картам, все отовсюду немедленно будет списано и убито. То есть если, значит, следующая гипотеза называется в русском, значит, в русскоязычном сегменте называть проблема перебора, а так она известна как П. Когда я говорю и пишу одновременно, я пишу чушь. П не равно НП. И здесь стоит знак вопроса. Что это означает? Есть много задач, в которых требуется что-то сделать. Например, у меня есть какой-то граф. Знаете, да, что такое граф? Это не тот, который герцог. Это, ну, как бы, это какие-то точечки, да, и из них какие-то отрезки там нарисованы. Вот. Просто любое множество точек, и некоторые, ну, как бы, берем Н точек, и берем любое множество отрезков между ними, из всех возможных ЦСН под два отрезков, берем некоторые подножки. И вопрос в том, могу ли я обойти все вершины по одному разу? Не ребра, не путать. Эйлеровская задача Мастахки, не Гдиверска, это другая задача. Она простая и понятная. Ее там решил сам Эйлер. А именно вершины. Ну, и вот, как бы, требуется это быстро узнать. Если вам придет какой-то дядя Федя и скажет, вот вам решение, то вы мгновенно проверите, верное оно или нет. Да, то есть посмотрите, вот он по ребрам прошел, и каждая вершина встретилась один раз. Либо он где-то ошибся, оно повторилось. Ну, это понятно. За n действий, сколько вершин, столько вы проверите его, значит, гамильтонов цикл, так называемый. Но, вопрос такой, можно ли за какое-то разумное время ее решить, без полного перебора? Полный перебор потребует тут экспоненциального количества действий. А можно ли это сделать быстрее? Можно ли сделать запаленом, ну, при росте количества вершин графа? То есть, вот вам дан граф на тысячи вершинах, существует ли какой-нибудь многочлен, там, пусть даже в очень высокой степени, такой, что он означает вот верхнюю оценку на время, в течение которого я буду перебирать. То есть, я подставляю у него количество вершин, вычисляю многочлен, и вот за столько времени я вам гарантированно все переберу. Решу задачу нахождения Габбельтонного цикла. Это неизвестно. И есть целый ряд таких задач. Есть задача про систему уравнений из 0,1 левой и правой части, линейное уравнение, у которых слева коэффициенты все 0,1, и справа, значит, эти самые, справа эти бэшки тоже 0 или 1, и нужно за какое-то разумное время понять, совместима ли эта система совместно или несовместно. Но если вам предложат какой-то набор иксов из 0,1, то вы, конечно, подставите и проверите мгновенно. А нужно не то, чтобы предложенное проверить, а нужно решить, существует или нет за вот разумное время, то есть за неэкспоненциальное, не растущее как экспонентное. Ну вот это, собственно говоря, и есть. Значит, есть там примерно 150 задач, друг другу полностью эквивалентных, в каждой из которых предъявление решения, если кто-то претендует, что он его нашел, проверяется мгновенно. А вопрос в том, ну, мгновенно за заполиминальное время. А вопрос в том, можно ли, значит, решить задачу за заполиминальное время. Это вопрос открытый. И еще раз хочу сказать, что если P равно NP, то наступит полный P. Вот. Причем, ну, всему и сразу по ремене. Да, то есть это как бы будет означать немедленно и совершенно нужно будет все полностью менять, всю систему шифрования. Почему? Ну, потому что во многие места зарыты вот эти самые, зарыты эти нерешаемые за быстрое время задачи из этого класса. Но на самом деле сейчас я говорю, немножко утрируя специально так по-журналистски. Может быть и не все так страшно, но очень многие системы полягут, это факт. То есть это страшно. Если P равно NP, то это страшно. Да. Ну, логично, мне надо бы положить, что если граф был сам подсекающийся, прошу прощения, прошу прощения. Нет, для каких-то конкретных графов понятно, что очень быстро все можно найти и определить. Если там это, если репер меньше, чем вершин, то вообще сразу можно сказать, что нельзя обойти все вершины. Прошу прощения, в томность. Если уж мы выбрали такой стиль, что из зала идут комментарии, я попрошу тогда поднимать руку. Только математические вопросы. Да, но брать микрофон для нас это крайне важно. Жизненный потом. Поднимайте руку, я подойду. Ну, то есть, если у нас у степени вершины графа будет, соответственно, степень будет больше, чем двойка, то он будет самопритекающимся, если он цикл. Нет, ну, я же не обязан снова сюда возвращаться. Мне же нужно только вершины обойти. То есть мы ребра... Ребра неважно, да, неважно. Нет, нет, это другая задача. И эллиров цикл, это где ребра я должен все обойти по одному разу. Абсолютно быстро решается за н, значит, примерно, за линейное время. А вот вершины обойти, это гамильтонов цикл, и вот это не решается. То есть новые ребра дроссаревы с кумерами? Нет, новые ребра нельзя достраивать. Можно идти только по имеющимся ребрам, но некоторые можно проигнорировать. Вот, ну вот такая задачка. Так, ага, давай. Про систему уравнений не совсем понял. Есть же линейные алгебры, которые проверяют совместность системы. Там, теоремы, кроме... Слушай, я, наверное, его неправильно сформулировал. Может быть, там какие-то неравенства будут. Просто проверить это легко? Да, да, да. Нет, может быть, это какие-то неравенства. Вот, честно говоря, да. Здесь возможно, что я здесь соврал. Какая-то проблема, именно где написаны линейные такие вот уравнения, либо неравенства, какая-то из них, безусловно, из этой вот серии 150 задач. Но, возможно, я наврал. Возможно, я наврал. Возможно, я наврал. Действительно... Сейчас. Так, 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 так. Да, это точно не задача вычисления, просто решения. Это точно не та задача. Спасибо огромное, да. Это другая задача. Но она... Да, она тоже сформулирована, вот как... Может быть, там были какие-то неравенства. Может быть, там было... Ну, ладно. Поставим это как вопрос. Не помню точно, какая. Но вот про вот этот самый програф, да, вот это вот, так сказать, на графе. Еще одна, которую, кстати, я вспоминаю. Мне задано некоторое количество целых чисел, и мне нужно быстро понять, есть ли среди них подмножество, суммирующееся к нулю. Вот, такая задача точно. Все, про это я не утверждаю ничего. Вот, то есть вам выкинули там целых чисел, не знаю, 350, да? Требуется выяснить, можно ли из них составить ноль. Опять, понятно. Если вы кто-то претендует, что он нашел такие числа, ну вот он мне приносит и говорит, вот вам на голубом, на плюточке с голубой каемочкой, вот вам числа. Суммируем, проверяем, ноль или не ноль. Но найти подмножество, понятно, перебор всех подмножеств, это экспоненциально, это два венды, вот, по количеству предложенных меня чисел. Ну и вот это неизвестно, можно ли это ускорить. Так, что у нас есть еще? Еще есть четыре проблемы. А четвертая называется гипотеза Берча-Свиннер-Тон-Дайера. Берч-Свиннер-Тон-Дайер. Но здесь не три человека, а два. Вот так. Вот этот тип был крутейшим математиком, а потом стал политиком. Вот, как написал Майлз Рид в своей книге, что пока еще он, типа, не скурвился, а был вот настоящим человеком, а сейчас он большой политик, там, так далее, так очень пренебрежительно пишет. Вот, значит, вот такая гипотеза. Она, ее сформулировать, ну, как бы не очень просто, но она касается, давайте я скажу, какая интересная ситуация связана с ней напрямую. Значит, она проэллиптические кривые. Она проэллиптические кривые. Есть такое понятие, как ранг эллиптической кривой, но ни за какое разумное время сейчас я это не расскажу. То есть, это гипотеза из тех, которые я понимаю, и даже, ну, как бы сказать, какое-то время даже пытался немножко думать там, ну, чуть-чуть там думать про нее, да, но сформулировать это быстро нельзя. Зато можно рассказать про эллиптические кривые чуть-чуть, как бы, тоже, чуть-чуть в сторону. Вот это вот типичная эллиптическая кривая. И знаете, что связано с этой кривой? Функционирование какого известного нам явления? Те, кто был на прошлое, нет. Все знают, да. То, что там мы говорили про гипотезу АБЦ. А гипотеза АБЦ тоже связана с эллиптическими кривыми. Вообще, дело в том, что эллиптические кривые это самое главное вообще, что есть в математике. Вот самое главное. В сегодняшней математике там средоточие нерешенных проблем идет в районе эллиптических кривых. Вот это типичная эллиптическая кривая, то есть, ну, на плоскости там некая такая вот кракозябра. Но дело в том, что она, это вот, это уравнение, если его решать в системах остатков отделения на простые числа, она определяет функционирование криптовалюты биткоин. Весь движок биткоина сидит вот на этом уравнении. То есть, если вы хотите разобраться просто вот в современной, значит, этой самой распределенной банковской системе, то первое, что вы делаете, это вы бросаете все и начинаете изучать эллиптические кривые. Без этого никаких шансов нет. Когда вы начинаете их изучать, вы обнаруживаете, что вы не знаете остатков отделения на простые числа, бросаете вообще все. Берете, соответственно, книги по остаткам отделения на простые числа. То есть, это как бы эллиптические кривые, это прям центр. Центр вселенной математической И вот про такое понятие ранг эллиптической кривой вот эта гипотеза. Но сформулировать, к сожалению, ее действительно я не смогу. Как и следующую, гипотеза Ходжа тоже касается неких комплексных многообразий и гомологических циклов на этих многообразиях. То есть это касается такой глубокой топологии. Гипотеза Ходжа, ну как бы она перекликается, конечно, с гипотезой Пуанкаре чуть-чуть, потому что и то, и другое связано с топологией. Но гипотеза Ходжа более алгебраична. Она там утверждает, что некие инварианты многообразий можно задать алгебраическими уравнениями, если говорить совсем уж грубо. Ну и последние две гипотезы. Одна касается уравнений Янга-Милса, а другая касается уравнений Навье-Стокса. Вот здесь сидит Александр Сергеевич Черцов, и к его специальности они обе имеют самое более прямое отношение, чем к моей, потому что это явная физика. Обе гипотезы — это явная физика. Но про Янга-Милса еще там перекличка идет с математикой, довольно большая, потому что там строили некие теоретизирования в квантовой теории поля. И насколько они имели отношение к реально происходящим физическим явлениям, вот об этом был спор. И, видимо, об этом спор и продолжается, и про это гипотеза. А вот про Навье-Стокса все-таки можно сказать. Дело в том, что уравнение Навье-Стокса — это уравнение течения жидкости. То есть, если вы когда-то брали в руки катамаран или каяк, то гипотеза Навье-Стокса — это ровно про вас. Вот если вы попадали в бочку. Знаете, что такое бочка? Поднимите руку, кто знает, что такое бочка. О! Тоже водник, да? А-а-а! Вот. Ну вот туристы-водники все знают, что такое бочка. Вы там сливаетесь с какого-то полуводопадика, и вас начинает варить, переворачивает, вы пытаетесь вылезти и там тонете в ней. Это вы попали в уравнение Навье-Стокса. И из-за того, что вы не могли вычислить его режим, вот режим решения этого уравнения, вы утонули. То есть это гипотеза чрезвычайно прямое отношение имеющая к жизни. Любые течения любых жидкостей, их прогнозы. Ну, как-то я думаю, что если я... Вот сейчас я хочу немножко... Александр Сергеевич меня поправит. Наверное, прогноз погоды тоже какое-то посредственное отношение к этой гипотезе имеет. То есть уравнения там они напоминают. Но это очень жизненная вещь. Вот эта седьмая гипотеза, седьмая проблема. Очень жизненная. Но это физика, которой я, к сожалению, не разбираюсь. Я, кстати, поставил себе цель. Сформулировал цель. У меня теперь есть цель жизни. Ну, у меня еще одна цель – это разобраться в доказательстве великой теоремы Ферма. А теперь я еще навесился на себя еще одну цель. А именно прочесть целиком все лекции Фейнмана, Фейнман Лейтен Сенс, фейнманские лекции по физике. Все книги я их купил, поставил на полку, первую уже наполовину прочел. Но как бы первая простая. Что дальше будет, я не знаю. То есть первую я даже как бы, ну, в основном я ее знаю и помню. А вот дальше, дальше, наверное, пойдет металл уже. Вот, то есть изучить физику поставил себе как жизненную цель. Нет, все будет хорошо, да? О, ну, значит, цель будет выполнена. Когда-нибудь. Но я медленно читаю. Я сразу 10 книг читаю. Так, ну, наверное, можно переходить к жизненным вопросам уже, да? Правильно? Если лекция подошла к концу, да, может, перейти непосредственно к вопросам. Я попрошу, да, волонтеров помочь здесь немножко. Я бы вот немножко уточнила, наверное, по теме сегодняшней лекции. На самом деле это здорово. Вы обрисовали, и даже я, не будучи математиком, получила такое некое представление об этих задачах. Ну, вот некоторые все-таки очень сложные для такой формулировки. Я понимаю, да. Но некоторые нормальные, некоторые полные, да. Но картина была обрисована, конечно. И самое главное, удалось обнаружить все-таки какие-то задачи разные, разнопланы. Вот это самое интересное. Но мне хотелось узнать, в целом в мире науки эти задачи занимают место, знаете, ну, такого спортивного математического интереса. Такие задачи для фона, дела чести, решить их. Или это актуальные проблемы, на которые нацелены силы ведущих университетов? Нет, это второе, конечно. Ну, собственно, их формулировали для этого. В институте Клея сказали, вот, вы можете заниматься любой из 10 тысяч нерешенных математических задач, или там 100 тысяч. Но если вы занимаетесь этими, то если вы вдруг их решите, вас там ждет от нас вознаграждение. То есть мы считаем, что эти самые важные. Первостепенные. Да, первостепенные. Ну, вот про седьмую я даже сказал, насколько она прям непосредственно, да, к жизни имеет отношение. Да, вот про нее. Ну, на самом деле, любые серьезнейшие продвижения математики, любые, любые прорывы, они потом, через много-много лет или десятков лет, они сказываются на всей остальной, значит, на всей остальной сфере нашей жизни. То есть, ну, никто бы не построил никаких вот этих изощренных систем, ну, каких-то личных кабинетов и так далее. Вот то, чем мы сейчас пользуемся, ну, в интернетах, да, если бы не было очень серьезно разработанной теории остатков отделения на простые числа и эллиптических кривых в этих остатках. То есть, это просто, ну, как бы, это было бы невозможно, ну, там, начиная с малотериями фирма, но малотериями фирма, это, как бы, шифры прошлого года. Вот сейчас это эллиптические кривые. И без них просто нельзя было бы, это, ну, система была бы по-другому устроена, скорее всего, гораздо менее удобна. То есть, математика, она определяет на будущее. Ну, вот, Минковский написал уравнение сложения скоростей, очень им гордился, да. Но все говорили, ты что, ну, скорость как? Скорость V плюс W, и все, что? Зачем какие-то прибамбасы тебе? Он говорит, ну, смотри, это же не противоречиво. Мало ли чего не противоречиво, да? Потом приходит Эйнштейн и выясняет, что это ровно те уравнения, как надо складывать скорости. Вот ровно так. Вот не V плюс W, а так, как написал Минковский. Как? Минковский до 10 лет раньше это сделал. Как? Что это было? Это было какое-то великое прозрение или там, что? В истории включаются такие вещи. Да, то есть, это очень много таких вещей. Там функция Жуковского в комплексном анализе на 50 лет опередила крыло самолета. Но крыло самолета не могло появиться без нее. Да. Но это 50 лет не так, иногда и 300 лет. Ну да, да, да. Это интересно, конечно. Это предмет отдельного разговора, я думаю. И я хотела бы еще пользуясь случаем задать вам еще один вопрос, уже другой, не по теме лекции. Дело в том, что я сама музыкант, и у вас есть очень интересный ролик «Музыкальная математика». Да. Хочу поблагодарить вас. Да, он небольшой. Музыканты и ругали, говорили, что не все так, на самом деле. Там несколько неточностей, вплоть до довольно грубых. Неточностей в области... Ну, не в математике, а как раз там то, что я говорил про инструменты, как там устроен строй в Индии, там я неправильно сказал. Ну, то есть, фактура, фактура есть неверная в этом ролике. Ролик всем рекомендую, но там столько, сколько сказать, в математике там вся правильная математика, а вот фактура чуть-чуть поошибался там в комментариях, там целая просто не была. Ну, вы знаете, я там ничего криминального не обнаружила, если там есть какие-то... Ну, это какой-то очень большой знаток, очень большой знаток написал, что здесь мы совсем так. Это были для человека из другой сферы, и поэтому нет, и очень доступно. Я хотела поблагодарить, потому что на самом деле вот эта тема смежной музыки и математики, она не разработана, а хотя ведь на протяжении тысячелетий эти две области шли руководством. Ну, почему не разработаны? Нет, почему? Это то, что я говорил, это общеизвестно. Общеизвестно, но вот именно в такой доступной форме, чтобы можно было вбить и узнать хотя бы... Хотя это те вещи, которые, ну, в общем, мне кажется, должен знать практически каждый человек нашей Земли. Базовые вещи. Вот я хотела по поводу этого у вас, нет ли планов эту тему еще как-то раскрыть, еще что-то... Ну, все, что я знаю про музыку и математику, я там изложил. Уже изложили. То есть я больше ничего на данный момент не знаю. А может быть есть какая-то литература, куда вы можете направить? Чик знает, не знаю. Все. Ну, если что, от музыкантов есть запрос. Нет, вообще есть нескучный саунд, но он скорее этот канал про музыку, чем математика. Да, да, про музыку мы сами расскажем, мы хотим, чтобы математики говорили о музыке. Ну, по крайней мере, я... Кто-то из присутствующих знает. Ну, ладно, тема не разработана еще, скажем, ладно. Я позволю, наверное, уже дать слово нашим зрителям. Вот тут у нас пришел вопрос от Ильдара. Гипотеза Риммана справедлива только для суммы оригиналов или она справедлива также для изображений, если смотреть с точки зрения преобразования Ла-Пласа? Я ударению могу, наверное... Не знаю, надо уточнить все-таки конкретно, потому что из этого текста я не могу понять, что он спрашивается. Ладно, мы ждем пояснения от Ильдара. Может, тогда форму прям написать, вот это вот или это? Следующий зритель пишет. А3Н плюс 1 не входит ни в какие списки задать? Нет, вот ее не посчитали, ее не посчитали как бы сверхважной. Это гипотеза Колотца, да. Гипотеза Колотца состоит в том, что любое число придет, в конце концов, к единице, если с ним делать следующее. Делить на 2, если можно, то есть если четное. Или умножать на 3 и прибавлять единицу, если нечетное. Вот я сформулировал, да. Берем любое число и запускаем алгоритм действий. Если четное делим на 2, если нечетное, умножаем на 3 и прибавляем единицу. Ну понятно, что в случае, если нечетное, мы умножили на 3, прибавили единицу, получилось четное. Поэтому следующим ходом мы делим на 2. Потом опять может возникнуть четное, а может и нечетное. Ну и дальше каждый раз, если четное делим на 2, вот так вот. И любое число, даже после каких-то ужасно высоких заходов наверх, оно в конце концов, из того, что мы на компьютере успели узнать, все чисто сваиваются к 4, 2, 1, цикл 4, 2, 1, 4, 2, 1. И никто не знает, любое ли число туда сваивается. Это очень интересная такая, очень простым языком формулируемая, но не вошедшая в список семьи. Так они у каких-нибудь из математики как-то особого смысла, я не знаю, смысл математики, смысл стоит то, что что-то не решено и очень красиво выглядит. Ну то есть как бы, у нас просто смысли другие. Ну вот смысл, я приезжаю, например, на Байкал, да, летом отдыхать. Все, у меня нет выездов, у меня нет ничего, я отключил интернет, я убрал телефон, все вырублено, я один на один, значит, я с семьей и со своими книгами. Я просто изучаю математику, все, просто, ну, читаю тоже, конечно, гуляю по горам, но в целом, ну вот я беру там книгу Айрон и Роузен и читаю, и решаю просто упражнения в ней. Ну какой об этом смысл? Не знаю, вот интеллектуальный рост. Ну вообще жизнь человека, она, ну каждый человек для себя, да, выписывать смыслы жизни, ну вот какие смыслы жизни человека, ты не можешь продиктовать. Когда там кто-то говорит, что вот этот человек успешен, а этот человек не успешен, этот кто-то на самом деле ничего не знает, потому что там человек мог поставить себе цель, там стать бомжом и валяться на асфальте радостно, напиваясь каждый день и достичь этой цели, да. А мог бы, мог хотеть там быть президентом мира, а стал бомжом, тогда он неуспешный, да, человек. А если он хотел стать бомжом, значит он успешный человек, он стал бомжом, да. Вот, то есть здесь как бы я не готов залезать в чужие головы, но я хочу сказать, что у математиков смыслы ровно такие, что они решают задачи. Вот им кажется эта задача красивой, интересной, сложной, захватывающей, вдохновляющей, и весь смысл там на ближайшее время у математика разорваться в том, как эту задачу решить или хотя бы там продвинуться чуть-чуть. Вопрос от Салавата. Интересно, я слышал про смысл математики в жизни, что, например, параболы, используя для высших сетей с помощью классического анализа, можно сделать их эффективнее, там, если правильно понимаю. Я не знаю, критиковый вопрос. Больной вопрос, когда человек, изучающего математику и еще преподающего ее, преподаю третий год, мне 18 лет. С Салавата, вернее. Ну, ну. Как почувствовать линейную алгебру? Кажется, что это сплошные алгоритмы, ранги, миноры и прочих. А линейная алгебра — это геометрия. Вот из этого надо исходить. То есть все, что написано, вообще все поголовно, что написано с помощью уравнений, это на самом деле какие-то образы геометрические и отображение между этими образами. Например, минор, соответственно, там какой-нибудь ранг в матрице, это значит, ты отобразил пространство и увидел, что отобразилось оно в пятимерное. Вот у тебя было девятимерное, а стало пятимерным. Вот куда отобразилось, то и ранг, на самом деле, и все. То есть у всех вообще понятия поголовно, у всех понятий о линейной алгебре есть геометрические аналоги. Надо читать книгу Кострикин-Манин «Линейная алгебра и геометрия». Вот если как бы читать хорошие книги, то сразу будет ясен геометрический смысл. Вот, а если читать не очень хорошие книги, то там будут одни буковки. Это во всем так. Кострикино читай. Линейная алгебра и геометрия. Тогда как бы голова правильно встанет. Это действительно наука о прямых линиях в многомерных пространствах, о плоскостях и так далее, ображениях между ними. Вот что такое линейная алгебра. Здравствуйте. Можно ли утверждать, что зета-функция Рима имеет какое-то конечное значение, если мы работаем на комплексной плоскости, выходим за границы натуральных чисел, где любые точные вычисления могут не иметь никакого смысла? Последнее утверждение — это как бы попытка дать собственный ответ на заданный человеком же вопрос, и ответ этот неверный. Смысл у любых вычислений, которые мы делаем с любыми комплексными подставляемыми значениями, абсолютно точный. То есть зета-функция Рима распространяется на комплексную плоскость. Единственное, что в точке 1 она все равно имеет так называемый полюс. У комплексно-значных функций есть понятие полюс, и в точке 1 у нее полюс. Но вокруг, пожалуйста, есть значение. И пошел, пошел, поехал, продолжал ее куда я буду. Это совершенно железобетонно точно матаналитическом смысле слова. А как вы воспринимаете? Вопросы прямо из зала есть. Вопросы? А если возможно, вы можете написать его все-таки в чате? Можем микрофон передать. Микрофон передать и все. Давайте, хорошо. Спасибо большое. Я преподаватель ИТИС, и у меня вот чисто такой рабочий момент возник. У меня студент реализует алгоритм К ближайших соседей. И для того, чтобы оценить асимпетическую сложность, нужно понимать взаимосвязь количества ближайших соседей у одной точки, в нмерном пространстве и размерность. Я затруднилась ответить. Есть и вот такая формула, которая связывает количество ближайших соседей в нмерном пространстве с размерностью. Вот на плоскости это 6, то есть не может быть больше 6. Это не очень понятно. Это какие-то специальные графы, что значит 6. Я взял и сколько угодно, послал и сюда. Нет, если мы возьмем точку, у него будет 6 ближайших соседей, и возьмем какую-нибудь... Но это по какой сети? Это по треугольной сети. 6. Вот это вы не договариваете условия задачи. Вы говорите, вы думаете, что я влез в мозг и понял всю подноготную этой задачи, да? Я договариваю, просто если появится седьмая точка, то ближайшая будет уже другая точка. Я не понимаю, но я взял точку и взял семиугольник правильно, и все, из центра семиугольника все 7 вершин вот одинаково вины. Явно что-то в условии задачи есть, что надо сформулировать. Нет, ближайший сосед, то есть вот расстояние самое маленькое. Если мы взяли в центре одну точку и на окружности взяли 6 точек, другая, любая другая точка может оказаться ближе, точнее, окажется ближе к одной из этих шести. Для данной конкретной сетки. Ну, вообще, почему для данной конкретной сетки? Ну, для данной шестиугольной сетки это так. То есть, ну, нужно как... Ну, короче, это очень долгий разговор, сложный, долгий разговор. У вас там задача, которую вы занимаетесь два года. Вы хотите задать про него вопрос за одну секунду. Ну, понятно, что это невозможно. Нет, просто вот, может, есть такая формула, что ближайшие соседи... Нет, непонятно, что... Слово «ближайший сосед» связано с вашей задачей. Для этого нужно понимать задачу. Ну, ближайший сосед, это... Стало быть, нет ближе к точке, вот, есть точка, и ближе никто не расположен. Это зависит от сетки, которую мы нарисуем. Ну, нет, ну, это как... Тут миллион всего надо до этого проговорить. То есть, чтобы сформулировать этот вопрос, нужно точно задать, в каких условиях мы находимся. Что за сетки мы рассматриваем, какого рода, какие на них условия заданы, почему именно на этих сетках правильно рассматривать понятие «ближайший сосед». Но это огромный длинный разговор, я прошу прощения, это явно не сейчас. Но я напоминаю, что Алексей Владимирович у нас доступен всегда в сети, поэтому... Нет, 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 я не могу вникать во все задачи всех людей. Я недоступен в сети, нет. Это как раз ошибка, я недоступен в сети. Не доступен в сети. Да, нигде меня нет. Я есть только на электронной почте, только с одной целью, позвать меня куда-то, там, пригласить с лекцией. Я не могу обсуждать никаких задач. У меня тысяча текстов в какой-то момент лежало. Тысяча. Когда вот дошло до тысячи, я сказал, все, всех стер и никогда не... Ну, то есть... Я вас по-человечески понимаю, конечно, безусловно. Вот. Ну и последний вопрос от наших зрителей. Как вы воспринимаете N-мерное пространство? Это вот Салават у нас вдохновился. Никак, я его не вижу. Я его воспринимаю как набор N-чисел, точку его. То есть для меня точка N-мерного пространства — это просто набор N-чисел. Соответственно, ничего другого. Я, ну, там... Просто задача, там, взять какой-нибудь симплекс... Вот просто симплекс в четырехмерном пространстве, да, простейший. И какое там расстояние, например, между его ребрами противоположными... Ну, если для тетрайдера я это прямо вижу, да, то там я ничего не вижу. Нет у меня интуиции четырехмерного даже пространства, к сожалению. Даже функцию комплекса переменного я не вижу график. Я пытаюсь представить себе этот график. Но эта двумерная поверхность в четырехмерном пространстве, мне очень трудно с этим. Очень трудно. Говорят, что кто-то умеет, но на самом деле реально мы просто имеем кодирующие это все формулы и работаем с ними. Завершу беседу таким общечеловеческим вопросом, который волнует меня, ну, я думаю, многих. Как вы думаете, существует ли это деление мышления математической, не математической, или это миф, который стоит развенчать? Вот завтра у меня на маяке будет в Москве выступление на программе физики и лирики Пушновой и Митрофановой. Завтра в тринадцать... Ой, в двенадцать, или когда там? В тринадцать, по-моему, десять. Ну, короче, приходите, да, включайте маяк в середине дня. И, наверное, там будет как раз об этом разговор. Я для себя считаю, что... Мне кажется, что, конечно, у людей есть склонности разных людей к разному. Но вот, скажем, склонность человека к химии и склонность человека к математике, да, вот люди склонны к химии и склонны к математике отличаются друг от друга сильнее, чем человек склонный к математике и человек склонный к древним языкам, к древнегреческому и латыни. То есть я категорически противник того, что вот здесь есть разделение. Категорически противник. Я считаю, что разделения нет. И, как бы, действительно люди, интересующиеся разными предметными областями, имеют и разные смыслы, и даже разный внешний вид часто. Но сказать, что здесь именно очень жестко проходят границы между гуманитарным и точным знанием, я не готов. Я не готов. Вот. И для себя я определяю разницу между точным знанием и гуманитарным по-другому. Значит, точное знание — это то, где сверка часов проводится по алгоритмизуемым лекалам, процедурам. То есть вот, чтобы сверить часы в точной науке, нужно сделать то-то, то-то, то-то и тот. Это протокол действий. Мы должны иметь одинаковую модель падения камня на землю под силой тяжести, всемирного тяготения. Ну, мы можем взять камни и проверить, с какой скоростью они летят. Мы можем проверить эту теорию. Каждый из нас четко по совершенно понятным законам и предписаниям проверит эту теорию. Вот. Ну, там физика в этом смысле такая идеальная, да, наука. Вот это все четко написано, как проверять. Вот. В химии, может быть, ну, тоже есть такое, да. То есть, в принципе, точная наука — это когда есть алгоритмизуемость сверхи часов разными учетами. Гуманитарные науки... Ну, я на самом деле сейчас говорю то, что я должен сказать вечером сегодня. Но сегодня вечером у меня будет мало очень времени, поэтому скажу я сейчас. А гуманитарные... Я где-то, наверное, тогда повторю. Вот. Значит, гуманитарные науки — это науки, в которых сверх часов возможно, но ее нельзя предъявить никому. Она не алгоритмизируема. Это внутри своего круга. Все понимают, что вот это истина, а это ложь. Но вынести за пределы и предъявить людям, не сведущим в этой науке, ничего нельзя. В физике мы можем это сделать. Мы можем показать, как камень падает и при нем встретиться, это там, филологу-классику. И он будет понимать, что да, понятно, все понятно. Вот прямо вот по седуре проверяю, вот так он падает, да. Проверить физическую науку может любой. Проверить гуманитарную науку только человек внутри этой области. Вот. Но от лженауки или от ненауки гуманитарная наука, ну, отличается тем, что в ненауке, в принципе, нет сверх часов. В лженауке еще хуже. То есть, я разделяю ненауку и лженауку. Ненаука — это знание, которое у каждого свое. Иногда какие-то, значит, сверх часов возможны, иногда невозможны, но все-таки это знание. Лженаука — это разводка. Ну, как бы, вас на что-то разводят. Она всегда имеет свою цель, откуда-то выкачать какие-то деньги. Вот это надо понимать. То есть, разница между ненаукой и лженаукой в том, что лженаука ставит целью вас обмануть. И, соответственно, там, обобрать. А ненаука не ставит такой цели. Ненаука у каждого своя. Ну, вот у меня своя не наука, у вас своя не наука. Совершенно нормально. То есть, я не считаю себя невеждой, потому что я пользуюсь некоторыми вещами, которые осуждают ученые в этих областях. Но мы плавно перешли уже к свойствам определенных областей. Но я так понимаю, каких-то, по крайней мере, в вашем понимании, четких градаций делений на разные виды мышления. Да, это очень интересный философский спор, на самом деле. Очень интересный, чрезвычайно. Я тоже это поддерживаю. Есть определенная склонность, так же, как и к музыке, к танцам, к математике. Ну, деление, наверное, на какие-то мышления. Не надо делить. Ну, просто вот, например, мне литературу дается тяжело. Я долго читаю книги. Долго. Каждую книгу я читаю там полгода. Ну, правда, я параллельно по 10 книг читаю. Ну, то есть, мне это тяжело. Это важно, кстати. Я сижу там, я страницу прочел, дальше не могу. Беса я читал полгода. Вообще все отваживо читал. Одну книгу. Беса читал полгода. По нескольку страниц читаю. Я не могу дальше читать. Мне просто плохо, да? Возвращаюсь через неделю. Продолжаю. А математику я быстро читаю, да? А кто-то наоборот. Вот гуманитарии, они могут, ну, как гуманитарный, человек гуманитарно одаренный. К истории, к лингвистике, да? К литературе. Но он может взять мою книгу «Математика для гуманитариев», прочесть ее целиком. Просто он ее будет читать не полдня, как математик, да? А полгода. Но тут вопрос навыков еще, кстати. Как бы, ну, они все вырабатываются. То есть каждый человек может поставить себе целью стать всесторонне грамотным. Вот, это важно. До советской, значит, эпохи в царское время не было вот этого вот разделения. Человек был просто грамотный. Он был интеллигентный человек. Он знал азы математики, физики, филологии, языков, да? Всего римского права. Никто не мог заявить на голубом глазу, что в граву я видел вашу историю. Я занимаюсь математикой. Он признавался всеми вокруг невеждой дебилом. Ну, вообще, он просто не мог появиться. Гимназию бы не окончил. Вот. Ну, и это все как бы наведено искусственно. На мой взгляд, это наведено искусственно. Вот, в советский период. Ну, не знаю. Александр Сергеевич, согласны? А я задам в этот вопрос. Обязательно, обязательно. Ну, таким образом, мы провели мостик уже к сегодняшней беседе. Напоминаю, она состоится сегодня в половину седьмого. Да. Беседа «Красота науки», где, собственно, у вас тоже будет возможность задать свои вопросы. Ну, а сейчас я хочу поблагодарить еще раз Алексея Владимировича за лекцию. Отпустите отдохнуть. Спасибо.